привет привет с вами кисуся кэт мы снова на балконе попиваем кофеек сижу читаю новости вчера смотрела еще кусочек что это пресс-конференция от наши налоговые и как раз про то что я вчера говорила про налог на пров доход и оказывается что но мне как ремесленнику тоже нужно будет на него переходить удивительно вот нереально удивительно как складывается все синхронистично просто просто удивительно вот я хожу думаю про это что мне надо будет это как там ну как-то оформлять пожалуйста ну от обязывают это сделать скажем так и так дома но я правда еще не разобралась как там что платить я поняла что нужно каждый месяц платить в зависимости от того сколько ты заработал но вроде бы ремесленник нам доплатить 6 рублей в месяц за год раньше было 62 рубля и я поэтому платишь на год вперед сразу я так поняла ремесленника платят 6 рублей за месяц на если я допустим работаю как смм специалист да это будет смм это будет анимация работа с instagram скорее всего вот то тут надо будет до платить именно процентом 10 процентов от выручки и такое ощущение что консультации все таки придется брать без тограм не разберешься этими налогами я хочу что все было хорошо что все было сказать все на своих местах и все и все чем тенариум лакуша пришла ладно я не знаю я уже подумала над тем чтобы мне взять все таки какой-то перерыв от youtube а может быть поменьше снимать но я буду думаю проводить трансляции но видео поменьше потому что хочу больше времени учебе уделять но посмотрим как как мы с этим поступим по канал не бросаю него х не волнуемся мне многие волнуются что я канал брошу да и не брошу я никуда им пластинность нас вон этот ловец снов намечаются в субботу там уже сколько с ну 100 с чем-то голосов и вот ловец снов потихоньку побеждает так что будем делать на единственно что да я сегодня напишу или что нам может понадобиться это не то чтобы мастер-классы я просто буду делать в прямом эфире а кто захочет тоже может поделать но я не люблю усложнять себе жизнь поэтому меня кольца готовы и внутрянка это салфеточки у меня уже готовы так что да упрощенный вариант ловца снов декоративный сейчас покажу что там я на это по сусекам наскребла но вот он долго там это все лежало ждало своего час но дождалось будем воплощать ах да тут у нас тоже все стабильно что-то шумят вот стройка да покраска да вот уже на моей стене скоро доберутся надо будет наверно тут окно то закрыть анимации я хочу сразу тоже пояснить это в стиле стоп-моушен довольно таки она простая для рекламных таких дизайнерских креативов это не какие-то там мультфильмы прям дисней или еще что-нибудь это ну в общем да специфические специфическое такое направление то что опять там напишут вы не умеете как вы будете брать заказы и прочь как-нибудь как-нибудь с божьей помощью с божьей помощью справимся мне главное да понять себя этот самый алгоритм а все остальное приложится такие вот я буду использовать колечки для ловцов и вот такой вот это вот эти я брала в шоке в индии но он по ходу привозил их с боли конкретно вот эти бамбуковые я их нигде больше не видеть и на алиэкспрессе нигде и салфеточки тоже все балийские вот это кстати алиэкспресса да вот такая классная инь-янь вот такая если я вязала такие салфеточки вот прям с такими же узорами я прям я в руки взяла мне так захотелось повязать боже мой но может и повяжем тоже не хочется опять шесть часов эфир чтобы такой долгий был вот такие вот радостные и вот такой вот малышек ну и будет здесь понятное дело всякие ленточки кружавчики прочее были бы перья можно было бы добавить еще перед но у меня их надо заказать наверное для пусси для пусси красоты сокровища мои с алиэкспресса такие ленты их даже почти некоторые и не открывал кружавчики на лакушке конечно конечно тебе тоже интересно да что это тут без тебя смотрит контролер ну я не могу себя да что это за любопытный код башни проверили идем дальше и мы ее обожаю это просто реально чудо код просто чудо какое-то раз чудесное никогда таких не встречала таких добрых ласковых и таких знаете компанийских вот реально компанийских бывают же коты они знаете такие себе на уме это тоже себе на уме но на надо она постоянно со мной тусуется что-то придет завалится на бочок вот чешите ее массажируйте просто обожаю до глубины души он сидит там намывается я знаете что вспомнила что я не показала то мандалу уже в готовом варианте на видео именно я шорт выпустила коротенькое видео на ютубе и все он мне так вот нравится вот этот перламутровая краска как она переливается вот добавила золотинку добавила вот такие вот жемчужинки целом нравится мне очень а это заказчик прям даже автограф попросил приедешь угла жду автограф так что да тут главное чтобы заказчик был доволен а кто что думает это уже другой вопрос так кажется я поняла я все понял кися ты снова пришла ну что 6 рублей в месяц это для ремесленников которые остаются ремесленники которые не переходят на нпд но это только те ремесленники которые делают там всякие ремесленники всякие изделия из соломы из дерева но все-таки народные ремесла прям народные народные вот а для обычных вот для таких как я например обычный ремесленник который делает там всякие украшения или что-то такое там видимо именно налог уже десять процентов от того сколько заработал но типа если ничего не заработал значит соответственно ничего не платишь не знаю какая-то как это они так будут это контроль а там чеки там чеки по моему создаются ну что вот у меня допустим что-то заказали я делаю чек на них видимо какие-то шаблоны будут для этого на наказанную услугу это я подаю налогового они там высчитывают налог вроде как то так ну такая простая новая информация вы я пытаюсь разобраться может вам не интересно про налоги ладно это тоже часть моей жизни поэтому поэтому тоже делюсь от налогов не скрываемся заплати налоги же живи спокойно на кушу все они как не отликнет от меня над мур-мур-мур каждый компаний с каменем они могут идут и тихиху тиху 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 и вот так вот мы и целый день мы ставали ходим паре санитаре мастер марий малыш кому не у него кайфушница сижу короче думал про этот налог на брен мне кажется это как-то все-таки не выгодно что они там пишут что это прям но я имею ввиду для ремесленников что там уже много людей перешло налог не знаю десять процентов от выводика если выручка вот две тысячи рублей ну к примеру кто хорошо торгует повсюду в интернете на ярмарках если раньше платили 62 рубля за год а это если с каждого месяца 10 процентов двух тысяч сколько 20 ну да ну да хотя я думаю если такие крупные ремесленники может они ккп были все равно я не крупные ремесленники я только это только возвращаюсь можно сказать короче пока это самбур самбур я тут пока собрала материалы которые нам могут понадобиться при создании ловцов снов но и продублирую здесь видео что нам понадобится основы это самое главное понадобятся вот такие салфеточки ленты кружавчики для украшения нитки чтобы прикреплять ножницы возможно инструменты со всякими подвесками камушками тут колечки вообще вот такой вот все вот у нас такой декоративный ловец снов и я думаю что не один я думаю что может быть может быть два сделаю то увидишь три но посмотрим посмотрим как пойдет эфир прямой эфир будет в субботу в пять вечера начало так что присоединяйтесь если кто хочет вот тоже можно будет творить вместе у меня постепенно продолжается как-то мыслительный процесс но это получается тогда цены надо будет поднимать да чтобы налог учитывать а то так это в минусом можно уйти а как бы и не хотелось бы хочется что-то заработать-то хочется ну посмотрим может вообще не буду ремеслим может мне надо даже времени не будет хватать как бы хочется знаете чего хочется продавать свое время дорого да почему я сейчас изучаю все подряд изучаю все хапаю мне все надо мне все мне все знания нужны чтобы я могла сравнить где могу заработать больше на своих знаниях и навыков если это ну как бы знания и навыки в онлайне значит онлайна в моей жизни будет больше но я все я наблюдаю я анализирую так что на месте не сидим тут делюсь с вами делюсь с вами наблюдениями ну что лезем по лезам ждем да через полчаса созвон откуда мы готовимся остальные какой кошка так подложил под голов ты лавку так подложил под голову тимуре по мою что у тебя у нас такой ух ты ну ты зум созвон длился почти три с половиной часа огромный объем информации у меня уже мозг вообще не варит я осознала что реально мне мне нужно больше времени на мою учебу да лакусь так что вот это видео я выпущу завтра и наверное до субботы как бы ничего не будет в субботу встретимся на прямом эфире и там посмотрим что как будет складываться но пока так просто я вам заранее говорю что да будет мини отпуск такой учебный у меня вот но я по-прежнему с вами все хорошо прямые эфиры точно будут сто процентов каждую неделю это я для себя решила мне как-то и проще проще их проводить в плане что вот но поставил камеру все сел что-то что-то рассказываешь общаешься с вами что-то показываешь на вот видео мне немножко посложнее потому что я как-то я стараюсь что-то продумывать как-то что-то потом это все монтировать это загружать на самом деле ну кто-то думает что это просто хорошо хай думать мне это это в принципе тоже просто потому что я уже руку набила я как-то жумеет и сюда все в потоке вот но это тоже забирает какую-то часть времени я думаю если бы это время у меня освободилось я бы все таки все таки туда хотел посвятить это учебе по крайней мере сидят взяла этот курс вы себя не зря все нет я очень рада я рада что я продвигаюсь вперед я то что вы со мной рада делиться с вами информацией своими вот этими кусочками кусочками пути своим продвижением так что да все равно и будет замечательно и пока я с вами прощаюсь дорогие мои шлюлочки доброго лета и желаю всего самого чудесного прекрасного и замечательного целую обнимаю до нас 3 пока пока я я я я я я